С сегодняшнего дня в Раменском городском округе открывает свои двери Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Офис располагается в ДК «Сатурн». Его сотрудники готовы оказывать всевозможную поддержку близким мобилизованных, в том числе психологическую. К работе подключаются психологи Раменской службы спасения. Центр работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Семьи мобилизованы, должны быть всегда с нами на связи. Проблемы, которые возникают в той или иной семье, это проблемы в том числе наши. Мы должны их брать и решать вместе с семьями, для того чтобы отсутствие корнильца, который ушел на спецоперацию, должно было быть компенсировано нашим вниманием, заботой и любовью, как хотите. Ездить издалека не нужно сюда, а тем, кто находится в городе, безусловно, они будут пользоваться этим центром. Но, обратившись в территориальное управление, с любым вопросом они должны понимать, что это будет рассмотрено по мере компетенции, рассмотренного вами на территории. Или, если этот вопрос в компетенции нашей, то вы обращаетесь сюда, к нам, для того, чтобы совместно эти вопросы решать. Также глава округа Виктор Неволин дал поручение ответственным лицам совместно с военкоматом решить вопросы, связанные с оформлением карт, на которые поступают выплаты мобилизованным. Среди других тем – ввод в эксплуатацию детского сада в Островцах. К приему детей практически все готово. Торжественное и очень долгожданное событие запланировано на 1 ноября. Решение вопроса по детскому саду в Островцах снимет значительный накал, который существует у жителей в связи с возможностью устройства ребенка в детское дошкольное учреждение. Детский сад мы планируем с 1 ноября, наверное, открыть. И здесь управление образованием Наталья Александровна, в общем-то, занимается этим вопросом. В ближайшее время проведет встречу с жителями, пригласит их для того, чтобы они посмотрели, куда идут дети, что в каком режиме мы работаем сейчас, для того, чтобы уже впоследствии переходить на полноценный рабочий день, получив все документы, заключения и прочее, прочее, обезопасив всех детей от непредвиденных ситуаций. Ряд важных мероприятий запланировано провести на этой неделе. Традиционное чествование волонтеров состоится 27 октября в 15 часов во Дворце культуры имени Воровского. А уже на следующий день, 28 октября, там же откроют творческий сезон. В этом году тема открытия творческого сезона – это год наставника-педагога. Этот год установлен на указом президента в 2023 году. Начнется мероприятие с 14.00 в фойе, где будет красная тарбушка, по которой пройдут известные личности, скажем, наши артисты в образах известных личностей в сфере культуры. Это будут артисты, исполнители и деятели культуры. И также в фойе будет выставка с прошлых открытий творческого сезона. Мы увидим яркие фотографии, вспомним, как это было в течение последних 5 лет. Также в фойе будет фото-зона, где можно будет сфотографироваться вот этими известными личностями. И в 15.00 в большом зале начнется театрализованный концерт, который называется «Эра культурного наследия». Сводку по здравоохранению представил главный врач Раменской областной больницы Сергей Маркитан. Обстановка с заболеваемостью COVID-19 стабильная, однако не стоит пренебрегать вакцинацией. По словам главврача, COVID в сочетании с сезонным гриппом может вызывать осложнения, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, раменским жителям доступна назальная вакцинация, а это прекрасная альтернатива уколу. «Та вакцина, которая нам известна по логотипам «Спутник Ви», она просто впрыскивается в носовые воды, точно даже не с первой компанией, через 20 минут, а с вторым компанией. И эта вакцина после себя оставляет преимущественно местный муницип, то есть муницип, который будет в том месте, куда непосредственно будет являться вирус ковиде. Также Раменская областная больница готова к сотрудничеству с предприятиями округа, осуществляя вакцинацию на месте, без отрыва от производства. Выездные бригады сформированы. О текущей работе отчитались директора территориальных управлений и представители управляющих компаний. Последние заняты уборкой опавших листьев во дворах и на городских улицах. Алексей Демин, генеральный директор Раменского водоканала, рассказал о запуске станции обезжелезивания в поселке Панино. Через 100 год у нас получится около 1000 жителей. Также на этой неделе мы с вами силами... Когда вы открываете, кстати, Алексей Владимирович? Ну, торжественно, я не думаю, все в рабочем порядке. В рабочем порядке. Да, все в рабочем порядке. Также на этой неделе мы запустим еще одну станцию Кринитровского. Я думаю, что в конце недели пустановочная работа у нас закончится. Мы обеспечим чистой водой еще порядка 2000 человек. В завершение оперативного совещания отчитались представители служб экстренного реагирования. Из наиболее резонансных происшествий на железнодорожном транспорте и в ночь суббота на воскресенье погибла девушка 15 лет в районе станции Удельная. Один разбой, три кражи, два факта изъятия наркотиков и выявлено 452 административных права нарушения. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев и Егор Кабанов. Для программы «Городские вести». Субтитры создавал DimaTorzok